Добрый день, уважаемые коллеги! С вами Сеченовский университет Олимпиады «Я профессионал» вебинар по направлению стоматология. Меня зовут Тимош Антон Владимирович, я являюсь куратором по организационным опросам направления стоматология. И сегодня наш вебинар будет посвящен, как удачно написать и пройти заключительный этап шестого сезона Олимпиады «Я профессионал». Итак, начнем. Для начала я хотел бы поздравить тех студентов, тех наших ребят, которые прошли в заключительный этап, которые успешно написали дистанционное тестирование отборочного этапа и прошли в заключительный этап. Вы молодцы, вы уже профессионалы. А чтобы стать еще лучше, я расскажу, что нужно сделать. Итак, наш заключительный этап проводится в совмешанном формате, в два тура. Полуфинал и финал. Обратите внимание, полуфинал проводится дистанционно 28 февраля 2023 года. Финал проходит очно. С 12 по 14 апреля 2023 года. Полуфинал заключительного этапа, как я и сказал, будет проходить 28 февраля 2023 года дистанционно в тестирующей системе Moodle. Если вы будете проходить не первый раз, вам система Moodle будет уже знакома. Если будете проходить первый раз, то, конечно, я о ней расскажу и покажу, как выглядит эта система. Итак, для вашего удобства все задания будут разделены по потокам. То есть, например, первый поток будет доступен с 7 утра до 8 часов по московскому времени. В это время вы можете подключаться, заходить в суличный кабинет и проходить задание полуфинала. Если кому-то это неудобно, потому что у нас участники по всей России и разные часовые пояса, вы можете подключиться с часу дня до 2 по московскому времени. И также третий поток будет доступен с 8 часов до 9 часов по московскому времени. Обратите внимание, авторизоваться в системе и приступить к выполнению задания необходимо, если это первый поток до 7.15, если это второй поток до 13.15 и если это третий поток до 20 часов 15 минут соответственно. Так как на выполнение заданий полуфинала вам будет выделено 45 минут. Если вы авторизуетесь чуть позже, например, в первом потоке это будет в 7.20 или в 7.30, система автоматически в 8 часов закроет доступ к прохождению заданий, и вы можете просто не успеть выполнить все задания. Вам будет всего доступно меньше 45 минут, около получаса. Далее, пожалуйста, учитывайте дополнительное время на авторизацию в личном кабинете и системе. Это очень важно. То есть лучше в назначенное время, в назначенный час перейти по ссылке, авторизоваться и приступить к выполнению полуфинала. Также обратите внимание, участники могут выбирать любое удобное время из предложенных, как я и сказал. И выполнить задание полуфинала можно только один раз. Это важно. Также здесь стоит отметить новое новшество. Это использование прокторинга уже в полуфинале. То есть, очень важно, об этом я скажу еще далее, очень важно иметь компьютер, лучше стационарный, и также иметь камеру на этом компьютере, и подключение высокоскоростное к интернету, так как вас могут попросить в начале авторизации представиться, показать свой паспорт и убедиться, что это именно вы, показать свой рабочий стол, и далее только после этого разрешат приступать к заданию. То есть обратите внимание, в этом сезоне, в этом году, полуфинал заключительного этапа, дистанционный, будет проходить с использованием прокторинга. Далее, на экране вы можете увидеть демонстрационный вариант полуфинала заключительного этапа, который уже доступен на сайте ассоциации Я профессионал. Сайт вы можете также увидеть на вашем экране, и также QR-код, по нему можно переходить, и откроется именно этот сайт. Далее вы там выбираете стоматологию, демонстрационный вариант, его можно скачать и посмотреть непосредственно, какие задания, какого типа задания вас ждут на полуфинале. Далее, доступ к тестирующей системе будет предоставлен участникам в личном кабинете на интернет-портале Олимпиады. Это также важно для вас. Вы должны понимать, где искать ссылку, по которой вы будете перенаправлены непосредственно для решения заданий полуфинала. Далее, непосредственно о структуре заданий. Полуфинал проводится в формате выполнения задания в режиме реального времени и загрузка участниками в тестирующей системе результатов решения по истечении установленного периода. Вам будет предоставлено 45 тестовых вопросов, которых необходимо прорешать за 45 минут. Вопросы. Сразу же вас хочу предупредить. Сложные. Простых вопросов не ждите, так как это Олимпиада и должен победить сильнейший. Формат состязания будет представлен клиническим кейсом, решение которого направлено на оценку клинической компетентности испытуемых. И вам встретятся такие типы вопросов, как с одним правильным ответом из множества, или, может быть, вопросы с несколькими правильными ответами из множества. Далее. По поводу тяжести, которую я уже затронул, вам могут встретиться легкие, средние и тяжелые. Легкие в основном это вопросы с одним правильным ответом. И за них вам будет, за правильный ответ на этот вопрос вам дадут 1 балл. И таких около примерно 20% заданий в тесте. Средние вопросы оцениваются в 2 балла за правильный ответ. И таких около 60% заданий в тесте. И тяжелые, это 4 балла, и таких около 20%. Итак, разберем примеры тестовых вопросов, которые могут вам встретиться на полуфинале. Слева вашего экрана вы видите вопрос сложный, самый сложный. Выберите наиболее вероятный стоматологический предварительный диагноз данной пациентки по МКБ-10. То есть, в начале клинического кейса вам будет представлен определенный клинический случай. Правильно составленный сначала анамнез заболевания, анамнез жизни и так далее, зубная формула. И далее вы уже должны для себя отметить, какой вероятный стоматологический диагноз может быть у данной пациентки. И здесь представлены ответы в форме по МКБ-10. Правильный ответ будет А. И вот такой сложности задания будут оцениваться в 4 балла. Далее вы видите второй вопрос. Это тоже сложный вопрос, который будет оцениваться в 4 балла. Здесь нужно дифференцировать геопетический стоматит от предложенных заболеваний. Здесь вы видите 6 вариантов ответов, из которых 3 правильные. Скажу сразу же, в принципе, вопрос на 4 балла может иметь 6 вариантов ответов, потому что он сложный. И правильных ответов может быть от 1 до 6. То есть, вы не будете знать, сколько правильных ответов в данном вопросе надо выбрать. И самое важное. Все вопросы полуфинала, так скажем, подчиняются системе «всё или ничего». То есть, допустим, если вы в вопросе про герпетический стоматит выберете только А и Б, а пузырчатку забудете, то этот вопрос будет оценен в 0 баллов. Или наоборот, вы выберете все 3 варианта ответа правильных А, Б, В. И ещё также выберете правильный ответ Саркома Капыши. Также этот вопрос будет оценен в 0 баллов, так как Саркома Капыши, этот вариант ответа неправильный. Так что будьте внимательны, имейте это в виду. Далее, для вас приведены вопросы среднего уровня сложности и лёгкие. Вопрос на 2 балла по поводу дополнительных методов обследования, которые необходимы для уточнения диагноза. Здесь 5 дистракторов, 5 вариантов ответа, из которых также может быть от 1 до всех 5 правильных вариантов ответа заложено в системе. Вам необходимо, так сказать, отгадать, какие варианты ответа заложены правильно в системе. И, конечно же, необходимо сделать это правильно. И вопрос на 1 балл перед вами представлен. Здесь уже примерно 4 дистрактора. И из них будет правильный вариант ответа. В данном опросе являются варианты ответа А. Далее, составы тестовых заданий. Очень важный вопрос. Также на полуфинале вам, может быть, попадутся кейсы по терапевтической стоматологии, по хирургической, по челюстно-лицевой, по ортопедической стоматологии, по детской стоматологии и ортодонтии, по профилактической стоматологии, по пропедевтике стоматологических заболеваний. Сразу же хочу вас предупредить. В нашей Олимпиаде участвуют как и младшие курсники, то есть первый, второй курс, и старшие курсники, третий, четвертый, пятый курс. Задания сложные и в основном они ориентированы на практическую составляющую, то есть на клиническое мышление, которое в принципе уже формируется из первых курсов и к окончанию вуза. Вопросы сложные. И мы очень постарались, чтобы от кейса к кейсу, то есть от потока к потоку, структура и сложность была одинаковая. Это важно. Конечно, наверное, старшекурсникам будет легче выполнить задание практической ориентированности, чем первокурсникам. Но это же Олимпиада и в принципе условия всегда равны. Должны быть равны и они и есть равны. Список литературы, по которым вы можете готовиться к полуфиналу и также к финалу. Это основные наши национальные руководства по стоматологии, это национальные руководства по терапевтической стоматологии, по парадонтологии, по ортопедической стоматологии, по хирургической стоматологии, челюстно-лицевой хирургии, по детской терапевтической стоматологии, по ортодонтии. И также про педефис косметических заболеваний, которые изучаются на первом-втором курсе, на начальных курсах, также не забывайте о ней. Здесь наиболее подобраны свежие источники, но в принципе, если вы найдёте ещё свежее, то желательно использовать наиболее свежие источники, то есть это уже есть и 18-й год, уже и 19-й год есть источники. То есть какие вы источники наберёте, они в принципе повторяют друг друга и так будет вернее, использовать более свежие источники. Порядок выполнения олимпиадных заданий тоже необходимо обговорить. Участники не имеют возможности самостоятельно определять порядок выполнения заданий и корректировать свои ответы по истечении времени, отведённого на участие в состязании полуфинала. Это так. И порядок выполнения заданий определяется тестирующей системой автоматически для каждого участника. Возврат к предыдущему вопросу невозможен. То есть необходимо максимально сконцентрироваться, сосредоточиться, прочитать условия задачи и ответить на тот вопрос, который будет представлен у вас на странице. Далее вы будете переходить на следующий вопрос. Вам также будет условие задачи доступно. Но назад вернуться нельзя будет. Потому что кейс построен таким образом, что следующий вопрос, он может подсказать вам ответ на предыдущий. Также о структуре кейса хотел еще раз напомнить. Структура кейса построена таким образом, как при клиническом обследовании. Сначала это предварительный диагноз, потом это дополнительные методы обследования. И уже на основании дополнительных методов обследования основной диагноз, этиология, классификация. То есть в принципе в клинический кейс направлен на оценку клинической компетентности. Участники обязаны принять участие в процедуре идентификации личности, предоставив необходимые для этого официальные документы. Об этом я уже говорил на прокторинге. Не допускать подлога документов, списывания и других действий, противоречащих правилам и порядку проведения состязаний. В том числе не разглашать информацию о содержании задания и способах его решения до момента завершения состязания. Это очень важно. За это могут аннулировать работу, за разглашение содержания заданий. Принимать участие в состязании лично и выполнять задания самостоятельно. Конечно, заранее ознакомиться и следовать установленным правилам и порядку проведения состязаний. В том числе обеспечить себя необходимым оборудованием для участия в состязании в дистанционном формате. Это касательно полуфинала. Пользоваться только допустимыми материалами и техникой, а также средствами коммуникации и связи во время проведения состязаний. Конечно, это очень важно. Далее. Участники самостоятельно несут ответственность за свои технические устройства, используемые в ходе выполнения заданий заключительного этапа. А также за доступ к сети интернет. В том числе за неисправность поломки технических средств, либо сбои в подключении к сети интернет. Это очень важно, потому что из опыта предыдущих сезонов, хочу обратить ваше внимание, некоторые картинки и видео некорректно отображались на браузерах Safari. Возможно, это было связано непосредственно с самим браузером, а возможно, это было связано, так получилось, с высокоскоростным доступом к интернету. Уже сложно об этом говорить. Мы рекомендуем использовать высокоскоростной интернет с обновленным браузером Яндекс или Гугл Хром. Это в ваших интересах для вашего комфортного решения тестовых заданий. Результаты заключительного этапа. По результатам участия в полуфинале составляется рейтинговая таблица. И определяются участники, которые пройдут в финал. По результатам уже участия в финале составляется итоговая рейтинговая таблица. Максимальный балл за каждый из туров 100 баллов. И обратите внимание, баллы за полуфинал и финал не суммируются. Теперь поговорим непосредственно о финале заключительного этапа. Мы ждали его долго, два сезона, очной встречи с нашими уже финалистами. И будем очень рады, когда вы пройдете в финал. И мы лично встретимся с вами на площадках вузов-организаторов. Также напомню вам, я уже говорил об этом, но еще раз скажу, что финал заключительного этапа будет проводиться с 12 по 14 апреля 2023 года очно на площадке организатора и соорганизаторов в формате демонстрации участниками практических навыков, то есть умений. Задания будут выполняться участниками на специальных четырех станциях. За прохождение каждой из станций можно получить максимум по 25 баллов. То есть в сумме это будет, как я и сказал, 100 баллов. Оценка правильности и последовательности выполнения действий практических заданий осуществляется членами жюри в количестве не менее одного члена жюри на одну станцию. С помощью бумажных оценочных листов, которые разрабатываются непосредственно вузами-организаторами, и правильно выполненное действие практического задания обозначается «да», а действие не выполнено «нет». На данном слайде вы можете увидеть ссылку на демонстрационный вариант. В настоящий момент, на момент записи вебинара, демонстрационный вариант еще пока не выложен на сайте, который вы видите на вашем экране. Но я думаю, к апрелю, конечно, он подгрузится, и вы можете скачать этот демонстрационный вариант уже непосредственно по этой ссылке и по QR-коду. Итак, я благодарю вас за внимание, и в заключении хотелось бы еще раз вам напомнить и сказать, что это Олимпиада «Я профессионал», необходимо сконцентрироваться в назначенное время, в назначенный час, перейти по ссылке для полуфинала, выполнить все задания максимум правильно, и встретиться с нами в финале и стать победителем шестого сезона Олимпиады «Я профессионал» по направлению стоматология, и пусть победит сильнейший.